Раскалывание Луны Однако выражения, описывающие характерные признаки последнего времени, содержатся не только в хадисах пророха. Священная книга Ислама, не спосланная Всевышним Аллахом Коран, также сообщает нам многие знамения, свидетельствующие о приближении конца света. Большая часть этих знамений раскрывает стихийные природные явления, которые будут происходить во время начала конца света. Однако некоторые аяты сообщают и о признаках приближения этого времени. Одно из них содержится в суре Камар. Название 54-й суры Корана – Камар, что означает «Луна». Первый аят этой суры содержит ясное сообщение о часе конца света. «Приблизился час и раскололась луна». Слово «раскололась», приведенное в аяте на арабском языке, звучит как «шапка» и имеет несколько значений. В некоторых толкованиях Корана богословы предпочитают использовать значение «расколоться надвое». Вместе с тем слово «шакка» в арабском языке употребляется и для выражения определения «вспахивать», «вскапывать землю». К примеру, в одном из аятов это слово употреблено в таком значении. «Мы пролили воду ливнем, потом рассекли землю трещинами и взрастили на ней зерна и виноград, и травы, и маслины, и пальмы». Отчетливо видно, что в этом аяте слово «шакка» употребляется не в значении разделения надвое, а в значении распахивания, рассечения земли. Учитывая вышесказанное, вернемся в историю нашего века на несколько десятков лет назад. В 1969-й, когда мы стали свидетелями удивительного феномена Корана. Знамение, неспосланное в аяте суры месяц, 14 столетий назад, свершилось 20 июля 1969 года, когда впервые в истории человечества были проведены работы на поверхности Луны. Американские астронавты впервые вступили на Луну и для проведения научно-исследовательских работ провели буровые работы на лунной поверхности, дабы взять пробы почв и камней, что полностью соответствует смыслу распахивания Земли, неспосланному в аяте Корана. Заключение В этом фильме мы рассмотрели целый ряд глобальных социальных явлений и процессов, произошедших в прошлом 20 веке и происходящих сегодня, в веке 21, и увидели, что многие из них были предсказаны человечеству пророком Мухаммадом еще 14 веков тому назад. Для обозначения времени, когда начнут проявляться эти явления, пророк наш использовал выражение «последнее время» и сообщил нам, что свершение некоторых событий будет явным знаменем приближения конца света. Как мы видим, практически все упомянутые пророком Мухаммадом явления уже свершились, пришли уже все знамения. Не следует забывать, что каждое свершившееся знамение напоминает нам, что конец света стал еще ближе к нам, и напоминает нам, что у нас осталось очень мало времени, чтобы последовать в должной мере по велениям Всевышнего Господа, неспосланному в Коране, и воплощать в жизнь нравственные заповеди ислама. Те, кто расценивают эти божественные знамения с предубеждением, игнорированием или отрицанием, глубоко ошибаются. Пожалуй, большинство людей имеет представление о судном дне. Однако они, как правило, не желают думать или даже разговаривать об этой теме, считая ее маловероятной. Они делают все, чтобы не допустить в свое сознание мысль о страхе, который неизбежно будет пережит в момент наступления судного часа. Они не выносят, когда в прессе или по телевидению сообщается о стихийных бедствиях или природных катаклизмах, ибо это может напомнить им о страхе перед днем великого суда. Они предпочитают не думать о неизбежности дня, который наступит для всех. Это один из способов избежать страха, страха от мысли о неминуемом ответе перед Всевышним Создателем в судный день за все содеянное имение умерской жизни. Всевышний Аллах сообщает людям, что близок к ним час конца света. Поистине судный час приближается. Нет в этом сомнений. Все знамения, сообщающиеся нам в хадисах пророка Мухаммада и аятах Тарана, происходят именно так, как они предсказываются. Аяты и хадисы, изученные в фильме, со всей очевидностью являют нам некоторые факты, раскрывающие перед нами божественные обеты. Наша эпоха – это период проявления в прямом смысле всех божественных знамений судного дня в точности с предсказаниями хадисов и аятов. Люди не должны пренебрегать этим или делать вид, что они не понимают их смысла. Ведь показанные нам знамения являются последними предостережениями и напоминаниями Всевышнего Господа. Обет Всевышнего не изменен. Нет такой силы, способной изменить или помешать свершению его предопределения. Слова Господа, не спосланные нам в Коране, являются для нас самым важным напоминанием об этом. И скажи «Хвала Аллаху!» Он покажет вам свои знамения, и вы их сразу узнаете.